Казанскому университету Семнадцатилетием со дня основания Казанского университета Хотел бы сказать также и, думаю, вы со мной согласитесь, что любой день рождения – это не только поздравление в адрес именинника, но и некоторая временная отсечка, на рубеже которой принято подводить итоги пройденному и сделанному Оценивать достигнутые результаты и намечать новые планы Наш университет за свою более чем двухвековую историю прошел сложный и насыщенный путь Многочисленных преобразований, став сегодня благодаря непрерывной и усердной работе всего коллектива отнимись признанных центров образования и науки в стране и в мире Мы представлены во всех глобальных рейтингах и являемся участниками большинства мегапроектов, реализуемых в нашей стране в области образования и науки Как вам известно, правительством Российской Федерации в мае этого года был объявлен новый конкурс по поддержке программ развития ведущих вузов страны в рамках стратегического академического лидерства, которое получило название «Приоритет 2030» Более 190 университетов подали свои заявки, а все обсуждения, несмотря на большое количество претендентов и ограничения, связанные с пандемией, проходили очно перед комиссиями, в которых участвовали руководители министерств, промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, а также авторитетные ученые и эксперты И в этой непростой конкурентной борьбе программа нашего университета, как вы знаете, была признана одной из лучших, что позволило нам стать первыми в первой группе трека территориального лидерства И, к слову, единственными в Республике Татарстан Мне очень приятно всех вас поздравить с этим важным достижением Это во многом оценка всей той большой работы, которую мы с вами проделали за последние 10 лет Сегодня мы ставим перед собой цель содействовать трансформации региона и, в первую очередь, повышению его глобальной конкурентноспособности посредством генерации системообразующих проектов так называемой новой экономики Данные программы затрагивают все направления нашей деятельности от образования и воспитания до науки и инновации В области образования основной акцент сделан на цифровые технологии, на вопросы формирования биологической и предпринимательской грамотности, а также способности критического осмысления нашей жизни Впервые отдельно рассматриваются вопросы, касающиеся инновационной деятельности и формирования инновационной инфраструктуры В качестве драйверов нами выбраны пять стратегических проектов В основном это проекты продолжения тех приоритетных направлений, которыми мы уже достаточно долго вместе с вами занимаемся Первый проект ориентирован на внедрение новых технологий здоровья и сбережения Здесь мы говорим о технологиях поддержания здоровья, влиянии на него не только наследственных факторов, но и биологического и физического окружения Образа жизни, питания, экологии Второй проект призван содействовать переходу к низкоуглеродной экономике с использованием действующей нефтегазовой инфраструктуры и гигантского российского природного потенциала Уже сегодня мы входим в число мировых лидеров в области каталитического облагораживания углеводородов под землей Третий проект направлен на формирование ведущего в стране кластера дизайна материалов с заданными свойствами Это прежде всего новые возможности оксида графена, углеродных нанотрубок и синтез материалов посткремниевой электроники, стимул чувствительных биоматериалов Четвертый проект сфокусирован на информационных технологиях Наши ноу-хау основаны на использовании принципов живых систем, разрабатываемых железе и программном обеспечении И наоборот, технологии из киберфизических дисциплин будут использоваться для конструирования инновационных биомедицинских комплексов Пятый проект выстроен в логике действующей стратегии нашей республики И призван дать ответ на современные вызовы формирования и развития креативного поколения будущего Как вы видите, перед нами стоят очень важные для развития страны и нашей республики цели По-прежнему в Казанском университете большое внимание уделяется вопросам интернационализации Как важного драйвера развития региона в плане привлечения, социализации и подготовки высококвалифицированных кадров Мы хотим войти в число лидирующих университетов по работе с талантливыми зарубежными абитуриентами И довести число иностранных студентов к 2030 году до 30% Во многом этому будут способствовать и формируемые филиалы Казанского федерального университета в Узбекистане и Кыргызстане Решения в открытии которых было принято в этом году Надеюсь, что это снимет достаточно большую нагрузку с наших кампусов Кстати, в этот самый момент я нахожусь в Кыргызстане в составе официальной делегации нашей республики Во главе с президентом Татарстана Рустамом Наргаревичем Минихановым Здесь мы решаем в том числе и ранее озвученные вопросы Мне, конечно, немного грустно, что в этот торжественный день я не рядом с вами в нашем замечательном зале Уникса отмечаю этот праздник Но, поверьте, всей душой я разделяю общую радость и гордость за наш родной университет Который, как и подобает настоящему имениннику, прирастает новыми подарками В сентябре 2021 года Казанский университет торжественно отметил 120-летие астрономической обсерватории имени Ингергарда Открытием памятника двум ее основателям Василию Павловичу Ингергарду и Дмитрию Ивановичу Дубяга А также многофункционального научно-просветительского центра нашего университета в области астрофизики и естественных наук Который включает в себя павильон для проведения конференции Музей и выставочную зону, где будут демонстрироваться мультимедийные инсталляции по тематикам, связанным не только с космосом, но и с естественными научными дисциплинами К сожалению, текущий 2021 год не принес всем нам значительного облегчения в плане пандемии Который заставил нас перестроить всю свою привычную работу, соблюдая многочисленные ограничения К счастью, технологическая и моральная готовность нашего коллектива и возможности оборудования позволили сохранить качество обучения Не снижая интенсивности научно-исследовательской и инновационной деятельности Сегодня забота о здоровье студентов и преподавателей стала для всех нас самой главной задачей В наших лабораториях непрерывно ведутся исследования COVID-19 и способы борьбы с новыми штаммами Отрадно, что студенты в большинстве своем понимают важность вакцинации от вируса и активно участвуют при вывочной кампании Кроме того, мы сделали все, чтобы все студенты и сотрудники нашего университета могли получить высококвалифицированную помощь медико-санитарной части нашего университета В такое непростое время наши врачи и медицинские работники проявляют себя как специалисты высочайшего уровня И не дают усомниться в компетентности своей работы Спасибо вам за самоотверженную работу на благо университета и его коллектива Не могу обойтись и без слов благодарности всему профессорско-преподавательскому составу Всем директорам и заместителям директоров наших институтов Всем моим коллегам и сотрудникам Казанского федерального университета За ваш труд, огромную, плодотворную работу, вашу любовь к студенчеству, науке, родному университету Казанский университет — это в первую очередь люди Именно благодаря деятельным, творческим, знающим и горячим своим делом людям Мы продолжаем двигаться навстречу новым высотам в науке, творчестве, спорте и многих других сферах нашей многогранной деятельности Впереди нас ждет еще множество испытаний Я убежден, что мы также уверенно их преодолеем и докажем, что единственный и уникальный — это наш Казанский федеральный С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альмаматор!